В прессе того времени были помещены заметки очень интересные, что в Курисово движутся вазы с огромным количеством куриного яйца. И стоял в знак вопроса, зачем? И тут же давали ответ, потому что хозяин строит дом на очень интересном материале. Камень, пыльник, и здесь песок, и куриный белок. Поэтому кладка, конечно же, выдерживала любую температуру, изменение в погоде. Очень интересный, большой представлял парадный зал. Он был очень искусно сделан, лепка была шикарнейшая, пакетный класс разноцветного дерева. Но украшением дворца, конечно же, был потолок. Это был отлавил на всю плоскость этого большого зала, в который в ранней весне с водосборников собиралась вода, запускались вода, все рыбки, и вот эта вот гилья, конечно же, была шикарная. Подбив этот потолок в Первую мировую войну. Ширной немецкий снаряд попал туда, но немцы даже им выставили ноту, за то, что вот они такую гиросопаку сделали, а они просили прощения, потому что никто не хотел такую красоту русскую. Вот 10 лет строили этот дом, по архитектам, как я уже сказала, неизвестно. А потом менялись улицы, и вот когда хозяином этого дворца стал внук Ивана Ираклица, он, как я уже сказала, был старшим советником в городе, и так был несколько лет, более 10 раз взбирался миновым снарядом, был в городской улице. Закончил он Ришельевский лицей, Одесское юридическое отделение, и по должности он был смотрителем ремесленных школ и ученик. Но в душе он был коллекционер, как и дед, и был, как говорится, влюблен в историю, в древность. Но и у него была шикарнейшая коллекция, поэтому он решил расширить.